Учестный утешителю души истинный, И живи в сердце, и вся исполняя Сокровища благих и жизни подателю Приди все лисяны, и очисти от всякие скверны, И спаси влажь души наши. Милосердный Создатель Господь и Бог, как многому-то научил нас сегодня через великого Иоанна Златоуста, чтобы мы ни во что ставили эту временную жизнь, а искали вечного, приведи нас к этой желаемой пристани всех, не дай обольститься этим временным миром и подражать Ему. Привойте в этом собрании, исполни нас благодатью Духа Святого, чтобы мы не искали своего, но того, что служит к прославлению Твоего Святого имени. Благослови брата Иоакима, болящего Иоанна. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Видите, пять уже. Эй, попустая. Братья и сестры, радостно видеть, что сегодня у нас скамейки почти все заняты. И вчера даже, как бы, народ побольше было, да. Ну, закончился дачный сезон, видимо, поэтому дачники и дачницы здесь с нами, слава Богу. Алексей вернулся, путешествующий, слава Богу. Брат вот вернулся из тайги, от медведей своих. Дом закончили. Ну, настолько, еще не совсем закончили, но вернулись они уже, вернее, переехали уже в новый дом. Живут, слава Богу, там. Еще обустраиваться будут. Ну, как Господь позволит, да. Вот, Валентина Павловна всем передает поклон. Ее прооперировали в четверг, вот, ну, вернее, в пятницу прооперировали, да. В пятницу ее прооперировали, ну, а там операция небольшая, но, все равно, для ее возраста, любая операция, есть операция. Вот, ну, лежит, молится, прославляет Бога, благодарит всех за молитву, всех, кто посещает ее. Вот. Кого еще у нас нет сегодня? Кубайкина, Кубайкина заболела, позвонила, она вчера была, сегодня заболела. Зоя Шубина вчера поздно уже звонила, что в горном Алтае. Ну, погромче, можете говорить. Шубина в горном Алтае позвонила. Так, Цынгаева с внуками сидит сегодня. Нету. Кубайкина вот болеет, я сказала. Ну, она вчера просила молиться, что она болеет. Да, муси приедут в понедельник, поэтому молитесь и в понедельник. Какие забыли? Возвратится Надежда с чадами. Ну, и все, и Галя с Сашей завтра едут за детьми в деревню. Вы тоже молитесь за них. Маргариты не было вчера, по-моему. Маргариты не было, она сегодня. А я хотела ей сказать, тут Люба уже давно передала, две недели посылка послать Свете за инудину. Могли и сами звонить. Могли и сами послать. Я выходит, Танька, перевалочная база. Да. Я же посылаю на свои деньги посылки, но почему бы кому-то не послать? Понимаешь? Она из Поперятки чёт пошёл. Она попросила тебе, я откуда знаю. Да, понятно. Тебя попросили. Понятно. Тебя посылка. Ссылки все на меня. Так, ещё кого нету, вот Надежды нету. Надежда сама сильно болеет. Она с двумя больными, поэтому когда она может, она вырывается. Понятно. Когда не может, никак. Мария Яковлевна, вот она вчера была, но она говорит, я сильно болею, плохо сегодня, вот её нет. Значит, она не твоей плохо. Да, она вчера плохо. Значит, болящая Мария, тоже молитесь о болящей Марии. Лена, куда ты молишься, что тебя учить надо, вот сюда крест кладёшь. Ну, показалось. Ну, конечно, показалось. Лена вот сегодня Поперятыкина. Болела, поля болела у меня. Кого ещё нету? Любовь Николаевна путешествующая. А Любовь Николаевна путешествующая, да, вот, ну, она ещё там, Рубцовский, устраивает свои дела. Судебные дела, так что просим молиться. Судебные? Ну, там что-то тоже с документами связано. Судебные, Господи. Так, ещё какие? Кто у нас отсутствует? Кто болящий? Кому нужна помощь какая? Есть какие объявления по этому поводу? Ну, вставайте. Вот коленка просит, болит коленка Маргариты. Не может ходить. Помолитесь, чтобы Господь есть. Сказали, что нет? Понятно. А? Неонила сегодня не пришла. Неонила, да, вчера она была. Молились о болящей. А? Неонила. Молились о болящей. Ну, о болящей. Болились, да. Она болящая, её не пришла. Она, у неё сердце болело ночью и нога. Позвонила? Ну, я с ней общался утром сегодня. Ну, хорошо. Неонила болящая. Ещё кто? Всех? Да? У меня голова постоянно болит, а работа очень серьёзная. Помолитесь, чтобы я там нигде не ошиблась. Помоги, Господи. Очень серьёзно. А ты где работал? Вам слово, Денисович. Батюшки нет. У нас должно было в октябре произойти годовое собрание. Ну, он заболел. Ну, а без батюшки собрание какое? Оно не может быть даже. Пока он есть. Поэтому объявляется согласно уставу за месяц раньше, а мы объявились за 10 лет раньше. В октябре, первое воскресенье, или когда после 10-го там. Поэтому, знаете, как батюшка приедет, то воскресенье сразу за его приездом скажет. И годовое собрание. Что-то приготовьте, какие-то подарки. Какие-то предложения невещественные, духовные. Вы сегодня столько слышали. Вот когда считают проповедь Диана Златоуста, батюшка их сокращает нещадно. В 10 раз примерно. А сегодня, я гляжу, прочитали как положено. У него проповедь у Златоуста в среднем 27 минут. Я уже перевёл на грешеский язык. Посчитал, как он говорил, но не с короговоркой. Или 35 минут, так в среднем у него где-то колышется. И гляжу, уже, как говорится, закемарили. Дети там сидят. Ну, конечно, для детей трудновато. Чтобы не хватались за эту временную жизнь. Простое дело, вот дети, Бог дал детям. Набьётся туда куча все мамки. Ну, одна кормит, как в нефлях-то это делается. Остальные дети сюда. Вот оно, где начинается отпадение. То есть, дела общины не интересуются, разницы нет, куда я пойду. Хоть где пристану, к любому шалашу. А потом, говорит, спрашивает случайно. Где-то репиной не видно. Она уходила, приходила. И вообще, не придумаешь даже. Ты чего ушла-то из общины? Вы знаете, что она ответила-то? У меня дома ад. У ней дома ад. Почему? Сын убийца. Отсидел, вернулся. Да ясно дело, что он там делает. Можно догадаться. И она говорит, когда я прихожу сюда, я как в раю. А домой прихожу, сильный перепад вот этих температур. А когда я иду в храм Московской Патриархии, там всё одинаково, как у меня дома. Поэтому мне на сердце легче. Это чисто мирской рафинированный ум. Чтобы у ней перепадов не было. А тот самый перепад будет потом. Когда по-малому Бог нас наказывает, переносимые болезни, это благо. Но когда Бог отвергает долгое время, говорит, долго терпит, да крепко бьёт, есть поговорка. И бьёт так, что опрокидывается всё, горит и дымится, и пыль до неба, и дым. Как Октябрьская революция. Бог долго терпел Россию. Сейчас материал в интернете выставляют. Нет более недружественного человека, чем русский. И начинает говорить. Никто так безжалостно не обращается с природой. Это сплошная свалка. Я двумя руками голосую за эти слова. Я проехал от Москвы до находки. И вот выбираем место, где-то войти в лес. И ни одного места не могли найти, где бы не было свалки. Прям привозят там мешки, бутылки. Целлофан как-то хоть разлагался. Бутылки не разлагаются. Страна это свалка. И когда эта земля отойдёт другим, Китаю или кому, они здесь будут работать год, пока всё зароют. И будут показывать пальцем. Вот всё-таки Бог уничтожен, или кто там, Кришна, или... Они по-своему объяснят. Эти люди не ценили Божье творение. Хотя бы поэтому. Дружественны не были между собою. Где русские появляются, это пьянство сразу появляется. И целый список выставили. И самое главное, что русские это всё знают. Ну всё же знают это. У нас была еврейка. И она говорит, у евреев примерно за три тысячи лет, ну как история говорит, не было ни одного ребёнка неграмотного. А у нас ликвидация без грамости, ликбез. Ещё про советской власти. Да у царя-то школы-то начали приходские строить, когда уж... Ну не за триста же лет-то. Ни одного еврейского ребёнка нет неграмотного. И вы не видели, чтобы еврейский мужчина лежал где-то на остановке, и из-под него лужа текла. Я подтверждаю это так. Нам надо учиться, и учиться непрерывно. У других народностей всё своё потеряли. Я говорю, это не в отвлечённую куда-то точку, а в конкретные ваши уши. Вот она не пришла, нет её. Проходит время простить её. Теперь я пришла. Ну пришла, пришла, садись опять. Если ты ничего сюда не прилепил, то тебе легко уходить. А если ты много заложил этот участок, как ты его бросишь? У тебя дом стоит, у тебя хозяйство здесь, ты получил землю, у тебя техники полно. У нас в деревне жил Желтухин. Он священник был. Ни одного гвоздя нигде не забил. Только самый нужный берёзу успел спилить, и всё. Даже никогда не узнаешь человека. Все его бросились помогать. У него много ребятишек, всё. Подарили тёлке. В деревне стельная тёлка, это золото. Никому не говоря, взял их, прирезал. Мясо нужно. Стельную тёлку. На мясокомбинате, может быть, даже не приняли бы. Порезал к утру все их. Овечек дали туда же под нож. Как это можно жить-то? Люди как начинают? Курочку завёл, от курочки яйца продал гуся. От гуся получилось? Смотришь, там овечку купил. Потом овечку развёл, потому что на коровку перешёл. Здесь дали последнее, выше корову только верблюд. И сразу зарезал, всё продал. У меня деньги есть. Да так, Хрущёк перегонял Америку. Порезали всё и догнали, правда. Но только мясо всё сгнило. Объелись. Нам надо учиться у Бога. Просить милости Его. И приходить не с пустыми руками сюда. Сказать нечего. А всю неделю-то где вы были? Что у вас было? Какие у вас известия были? Такие, чтобы подключить людей. Чтобы молились. И чтобы ты с трепетом наблюдал, как это дело доброе растёт. Вот на каждого ребёнка смотрите. Вот она стоит, третий ребёнок. У неё впереди два ребёнка было. Где? Подросли. Обстановка ненормальная. Муж не вёрущий. Оба ушли в мир. Она делает последнюю ставку. Ещё одного рожает. Я скажу, ничего другого не будет. Она умирает, трясётся, бежит к нему. Отпусти её с рук. Отрежь эту куповину. Отдайте её хотя бы на полчаса туда. Не сидите с ними. У нас в семье было живых 10 детей, а было 12 у матери. И вот так вот, чтобы мать помирала или от крика отец бежал, как оттуда крикнет ребёнок, уже отец бежит, хотя мать тут. Да что это такое-то? Какие сердобольные-то? Вокруг миллионы людей гибнут, никого не видят. А своё? Да своё только умом ты постигаешь-то. Дело забывчато, а тело заплывчато. Наша мама говорила, говорит, я тебя смотрю, как будто не я их рожала. А перед ней 10 детей. Это всё уходит. И сегодня нам Златоуса об этом напомнил. Не сцепляйтесь за это. Если Рах говорит, хотя бы ты народил тысячу детей, всё оставишь. И прожил бы тысячу лет, всё оставишь. Во Франции умерла, как считает, самая долгожительница Земли, 122 года. Жанна Кальман. Вы, говорит, составились. Она говорит, я ещё 100 лет назад была такая же старая. У неё интересная мысль. Говорит, а что ждёт в будущем? Какой она будет? Она ответила, самая короткая. Это ей принадлежит. Говорит, у вас морщин много. Она говорит, только одна, на которой я сижу. Где-то в 112 лет бросила курить. И бросила почему? Потому что зрение ослабло. Каждый раз, говорит, надоело просил прикуривать у кого-то. А если бы она Бога-то знала, да за 122 года сколько можно было людей-то просветить евангельским светом. Их 14 лет было, когда их и Любашью строили. Ван Гога, знает, пришёл, как он одёт был, всё рассказывает. Эти люди передают мирские события. А люди, которые знали Христа, представьте, как выискивали таких. И ты с Павлом встречался? Да, я у Нокева сидел, я учился. Павел вспоминал, у какого дивного учителя Гамалиила он был. И это упоминает. Вы ещё не раз будете вспоминать, что сегодня вы слышали Иоанна Златоуста две полных проповеди. С названием. Не утомляйтесь, Златоуст говорит. И Василий Великий, не удивляйтесь длительности того, что вам преподается. Это необходимо. Многосерийный фильм «Восемнадцать мгновений». Это бы не мгновение, там дни сидели, месяцами. Сколько пропущено было, и отноврота отпрашивали себе вторую смену, чтобы только посмотреть, а что там дальше будет. А всё это выдумано. И Иоанн Семёнов это всё придумывал. И концовка была не такая, какую показывают. А что он возвращается, его арестовывает, у неё ребёнка отнимут. Всё это мимолетное и дым. Нам нужно знать священное писание и по нему сверять свою жизнь. Надо изыскивать новые методы проповеди. У Станиславского был священник знакомый. И он говорит, народ совсем от Бога отошёл, храмы пустые стоят. А он говорит, а у меня с каждым днём всё больше и больше в театре людей. Батюшка, малейка, говорит, надо репертуарчик-то менять. Надо смотреть, какое время, каким языком люди разговаривают, вносить свои какие-то элементы, чтобы людям было понятно это. Я думаю, как он. Ну, по милости Божией, нынче год был удивительный. Как нас намечено было, я говорю, мы сделали и по расстоянию, и по посещаемости ровно в три раза больше, чем было намечено. Почему? Мы не знали, как это будет. Сейчас мы знаем. И уже конкретная программа. Мы уезжаем до июня на три с половиной месяца. Мы знаем, сколько груза надо взять. Семь с половиной тонн. Мы знаем, сколько денег на это надо. Когда весна нынче была, в 2012 году, мы ничего не знали. У меня сейчас стоит средство нужно, а у меня ничего нет. И шофёр, один, видите, вот он рядом сидит. И он говорит, один не поеду. Он заявляет, как ворак. Если не пойдёт Зевора на фронт, то я не пойду. Пусть играем в плену будет. Давай сам подыскивать напарника. Совместимость характеров. У нас была совместимость, совершенно несовместимая в последней, самой длительной поездке. Шоферами были, вот он, Игорь Третьяков. Совершенно неожиданно у него какие-то заморочки на работе были, отпросился. И Вадим, которого с места не извинешь. Ничего подобного. Он сделал большое дело. Без него, может быть, и поездка не состоялась бы. И вернулись живые. Самое главное. Всё остальное позади. Нужно найти шофёра второго. Значит, программа на 2013 год у нас очень чёткая. Куда мы едем. У нас всё. Сейчас готовят карты на все места. Даже местные республики, которые внутренне. Это центр России. От Санкт-Петербурга до Одессы. От Молдавии до Москвы. То есть всё это за пределами Москвы. То есть уже всё вымерено. Где у нас будет пункт остановки? Будет 12 поездок. Мы всё знаем. Но теперь необходимо к этому что-то подготавливать. Помаленьку люди подключаться начинают. В прошлом году ничего не было. Я только повторял. Опыта нет. Не знаю. Сколько, брат? Чего? Сколько? Едут только братья. Три человека. Ну один из них... Ну я еду. Мне нравится Сергий Радонежский. Когда зашёл, братья говорят, надо дрова поколоть. Монахи сидят, уткнулись. Они же созерцают Бога. Он посмотрел, никого нету. Все заняты. Один я свободен. Взял топор и пошёл. За водой точно так. Монахи опять на пупок смотрят. Все заняты. Один я свободный. Это мы только привыкли. Сергий Радонежский собрал. Кого он собрал? Его, когда считают, житие святых, да не может быть, чтобы нашёлся в России человек, который Пушкина мог убить. А ведь нашлись те люди, которые не желали, чтобы он был у них начальствующим. У него не было даже сухарей. И ни один монах не подошёл и не сказал, отче, возьми, вот у меня сухариков тут 12 мешков насушил. Люди-то приносят. И он тогда идёт и говорит, братья, кому может поработать надо? Есть охота. Молчат. Один говорит, да мне вот надо сенки срубить. И он берёт топор, рубит. И он дал ему самое заплеселое сухарей. И когда он ел, написано, изо рта шёл дым зелёный. Стриттоцит. А братья стояли и смотрели. Они смотрели на его рот. Ну какое же это состояние людей было? Они стояли и смотрели. И когда увидели, что он ест плесень, ни один не принёс целого сухаря. Это его житие. Это мы привыкли сегодня говорить, вот он был такой и привёл. Неизвестно, привёл ли он кого. Я вам столько рассказываю примеров житийных. Поревнуйте им. Павел говорит, подражайте мне, и в ком видите этот образ. Надо ревновать об этом. Не написано, когда умрёте, и хороший будет наставник, креш его по кусочкам разносить. А написано, подражайте вере, взирая на кончину. Кто проповедовал вам Слово Божие. К этому надо стремиться. У нас программа есть уже почти оформившаяся на 14-й год. И этим мы заканчиваем. Потому что у нас ничего уже не будет. Я говорил, какая программа. Значит, нужно найти крупного спонсора, чтобы дал нам иномарку. Временное пользование, или постоянно. С такой же грузоподъёмностью до одной тонны. И в центре у нас будет Берлин. Да и доходим мы до Португалии, опускаемся к Греции, под Ла-Маншем и в Англию. Потом идём на Скандинавию, Прибалтика возвращается. Уже сегодня будем говорить о визах. То есть сегодня это абсолютно, кажется, нереально. Как вот нынешний год тоже казалось нереально. Мы за 150 километров боялись тележного скрипу. А тут в одном направлении двинули, в Владивосток находка. Насколько достоверно, не знаю, будто бы батюшка буркнул безумие. А потом стал всячески помогать. Притом самый, может быть, главный помощник. Он, видимо, испугался даже. Но и мы-то боялись. Я всё ещё вижу во сне, как мы едем. Не могу выйти из этого состояния. Всё ещё вздрагиваю. В какие попадали ситуации. Но, с Богом милостив, мы должны просить, чтобы посеянное возросло. Сегодня я приготовил письмо. Сестры должны отправить. Это в Новосибирске. Приезжал Булатов Алексей Владимирович, их директор. И они тоже нынче ездили. И он описывает, как прислал мне. И ему туда письмо. Как мы. У них точно так же. Много было желающих. Но к чем ближе подходило время выезда, число добровольцев уменьшалось. И остались только трое. Как у нас. Дальше. Самая была трудность возвращаться за новым грузом. Это и у нас. Я посмотрел, настолько схожи у него. Я даже хочу вернуться опять в некоторые места. Даже лай собак слышу как. Это всё у нас. А у нас целые посохи от собак. В общем-то оно схожее. Да, у них не так идёт, но они крупные сдали, с крупным шрифтом Евангелия, Новозаветы там дарили. Ну ясное дело. Он показывает цифры, называет там деньги, которые тратили. Для нас это не цифра. Если мы подарили на 3 миллиона 150 тысяч. Прикиньте, 222 тысячи на бензин. Прикиньте, стоимость машины. Это чего-то стоит. Больше половины стоимости, которую я называю из этого, полностью висит на мне ещё. Никто ещё пока ничего не вносит. Вы это имейте всё время в виду. Больше половины этого, что я назвал из стоимости, пополам отрезайте, лежит на мне. Я сейчас занимаюсь, меня об этом давно просили, издать отдельно книги стихов. Ну я зашёл в тупик, и уже с редакцией, с типографией, с горнолтайском, с директором созвонился. Книги будут не одна, две, по 1200 страниц. Оказывается, техника в поисмерке больше 1000 страниц не берёт. Мне надо идти сейчас в типографию и спрашивать, как делать. А если нет, значит, придётся рубить, и тогда три книги. Я не знаю. С фотографиями закончил только сегодня утром. Называется вот это отдельно. Тут фотография, там 16, там сейчас по 16. А в тех книгах были в клейке по 8. Получилось, если всё войдёт, как есть, тысяча стопковых фотографий появится в книгах. Вы понимаете, что это за цифра? Больше 3000 стихотворений будет напечатано. К каждому стихотворению я ставлю эпигр. Заново считаю сам в первой книге, первой книге, в которой буду сам и корректором. Никто не взялся. Слишком трудно, и там смысл такой заложен. То ли двоеточие, то ли тире ставить. А от этого сильно всё меняется. Мне нужна помощь. Помощь, в первую очередь, молитвенная. Я ложусь намного позже, а встаю, как всегда, в 4.40. Я посмотрел каждый день, я за компьютером примерно по 16 часов. Усильные работы. Мне некуда не смотреть, ничего. Успеть только ответить кому-нибудь. Ну, работа пока идёт, и очень быстро. Ну, удастся ли её сделать? Я говорю, что я не специалист, я печник. А раз реже зашла о печи, то скажу, что вот Надежда Васильевна, вот она, она решила, как в песне поётся, «Я с тобой переиграю молодость мою». Она бабушек принимала. Специально мы купили квартиру здесь, на Никитино 147, квартира 1. И она их там собирала. Там храм был один, Покровский, с разных районов приезжали. У неё там 20-25 бабок было. И она снова решила у себя здесь такой же устроить. Пожалуйста. Мы пришли. Вчера, вчера я уже с печкой занялся. Тут это моя стихия. Володя, наверх. Он пошёл чистить. Разбил. Всё. Пять венера Саши только вытащили. По-новому всё теперь. Начинают. Всё сделали. Дальше сёстры побелят. Электропородка. Вчера говорил, кому нужны матрасы, пригласить одеяло. Я дам подушки. Могут привезти, если нету своих. Ну и под моим контролем так как будет. Никакого самовольства не будет. Наипервейшее это не играть с огнём. Кто главный топить будет, как смотреть. Миша, найди потопочный лист 50 на 70 сантиметров. У меня нет его. Там маленький. Там даже на лиоле у меня врагары есть. Это не годится. Мы должны создать полную безопасность. Второе. Тщательно закрытые шторки. До уровня головы две. Повыше одна. Ну как вот у нас здесь. Как вы будете там питаться? Что ж я могу, я помогу. Кто-то постоянно будет жить. Это будет. Кто-то только субботы на воскресенье. Ну, правила я вам выдам. Они очень простые. Не во вред. Потом. Не забудь, что хотелось сказать. Вот. Если печь отремонтируют, тут я могу. А в электронике это я не понимаю. Поэтому я прошу Алексея, Витю. Ну, не покидайте меня. Помогите, зайдите. Я когда ставлю, она куплет, это иду так, куплет, маленько подальше и ступенька. Она, машина сдвигает в одно, сдвигает от краю. И я не могу по одной строчке, теперь я должен сдвигать. А по одной строчке тысяча страниц, это 42 тысячи строчек. Ну, надо догадываться, что со мной будет там. Из меня уже дым идет. Мне нужны помощники. Это все для блага. В каждой книге, если только там будет три, а не две, тысячи примерно мест священного писания. Это чего-то стоит. Там все будет божественное. Ну, я не поэт, поэтому коряво, плохо, но более-менее в стихах, как говорится, белым стихом написано. На очень важная тема. Алексей, голубчик мой, не покидай меня. Сейчас зайди. Без тебя, без битвы, меня не... Ну, как говорят, беда. Просто беда. Дело в том, что фотографии, когда я начинаю ставить, я много рахнет метель, теперь повтор там есть или нет, может, на этаже несколько раз. Я Володю подключил, гляжу, тоже запутался. Я три, видел повтора, а он даже их не увидал. Ты на новый глаз просмотри все. Я уже в клейками сделал. 31 клейка по 16. Некоторые будут на поллиста в фотографии, некоторые 4. И чтобы фотографии были до конца, до обреза. Никаких полей, чтобы нигде не было. Со всех самым под обрез. Мне нужна именно вот эта помощь в разумлении. В общем, я знаю как. Ну, техника. Был тогда на Панаил Судников. С ним-то я был, ой-ой, как хорошо мне. А его нету. Или он там занарядил вот эту систему, дальше тысячи не пропускает. А словарь Дьяченко 1350 страниц. Да и большего формата можно. Это все можно сделать. Но я не знаю. Сунулись в интернет. Я говорю, тысячу страниц. А он говорит, тысяча экземпляров. Как выгоднее продать. Но это разный ответ. Они дают на продажу. А что издать? Объема больше. Такое не нашли пока. Я не знаю. Это я говорю, чем я сейчас занимаюсь. Эти книги компенсируют кое-то. Что? Что у нас уходит. Сейчас книг уже полностью у меня кончаются. Их переиздавать я не буду. Эти стихи отдельно издаю. Некоторые вообще нигде никогда не были изданы. Все. Каждое стихотворение. Девять купетов. Четырехсрочных. Так. Вот как. Какие голоса. Вы когда вы здесь говорите, маленько напрягайте голос. Даже скажу, говори громче. Все равно говорит я не слышу. Сегодня как прекрасно братья считали. Златоуса. Брат Севастьян. Он сидит. Голос прорезаться начал. Все время как панамарь. Да с толком, говорит, расстановка. Ну и Игорь. Не зря я выходит. Для вас точилом являюсь. У нас же есть люди, как я, с ослабленным словом. Ты старайся, кричи, как протокол по вакууму. На другом конце улицы было слышно. У меня, значит, теперь вопрос почти снятый. Игорь Дубунов вот уехал, там оставил много. Но стола нету. Поищите где-то стол. Там матраса. Надежда Васильевна, конечно, будет старше. Но, надеюсь, старше я. Дом этот принадлежит мне, квартира мне. Это за то, что я сидел, конфисковывали. И потом, вы знаете, как было. К нам претензий нет. И ни у юстиции, ни у прокуратуры. Мы живые вернулись. Это просто включить и непрерывно благодарить Бога. Как он нас дивно провел. Я не могу даже на молитве выйти из того состояния еще, где мы были, как мы ночевали. Уже темняется. С трассы сойти нельзя. Ну, куда спрятаться? Куда? Нет, маленькая площадка прямо около дороги. Ну, сдвинулся маленько. Рядом машины проносятся. У нас она не горит сзади, а светитель там понарита. И мы здесь же вытащили. Дождь идет и тут же обедаем сидим. Чуть-чуть не рухнули. Сделали траву. Машины скосили. И Игорь, кажется, кто там был? Хотел дальше, а потом остановился. А как-то они скосили, а дальше обрыв идет. Она по макушкам. А когда едешь, кажется, ровное место. Вышли, а тут кювет. На расстоянии шины одной остановились. И решили больше никогда ни сантиметра не сдвигаться, пока не пройдешь, ногами не прощупаешь. Надо эту картину видеть. Машины освещают, сидят бородатые какие-то дядьки. Обедают, дождик морозит. Что это такое? В горах. Даже поесть негде было. И все это позади. Уже идут известия. Просят даже кое-что им показать, что мы сняли. Мы не знаем, какие будут плоды и какие отзывы. Просто такие отвратительные отзывы Кемеровской епархии больше нигде нету, не встречаю. Может быть и были где-то. Нам это неизвестно. И я думаю, узнавать не надо, как будет. Сеющий, поливающий, ничто. Все, Бог возвращающий. Мы на свободе, мы вернулись, мы целые. У машины какая-то поломка внезапно случилась. Я прошу эти два Николая у нас тут, Крущина и Пальгоев, Луж, пожалуйста, подключайте там Игоря, Лужкова, Барабаша, что требуется подварить, сделать. У кого книги, которые первые были на дому, где я хранил книги, поднимите руки. Значит, мне полный список и все туда привозить. Мы будем отправлять, видимо, контейнером отсюда. Опять уже будут деньги. Ищите людей, богатеньких таких. Я не отступлюсь от издания книг, но и дальше не надо забывать то, что у нас есть. Что мы делали? Это просто необходимо. Иначе мы остановились на одном месте, у нас никакого ни движения, ни развития не будет. Вы оцените то, что имеете. Вот эти занятия. Некоторые никогда не остаются. И не потому, что заняты. У одной муж больной, муж умер все равно, будете бежать домой. У другого там еще какая-то причина. Причина-то не в этом. Любовь движет горы. Ну извинитесь, переломи эту обстановку, скажи, я не была, но сегодня я остановлюсь. Сегодня я попробую, я побуду. Да мало того, записывай. Я вам ставил пример фамилии его лютых, Георгий Иннокентиевич, слепой, шестилетнего возраста, полностью слепой на 100%. И как он развил свою память, мой разговор на пленке услышал, сатом Дмитрием Дудковым, это из Камска, за Красноярском. И сюда приезжал три раза, слепой. Один раз с поводырем, а два раза один. Чтобы побыть вместе, насладиться, как он говорил, беседой. От меня узнал отец Геннадий, поехал туда. Отец Геннадий, магистр богословия, бывший преподаватель Томского университета. И мне говорит, я не мог найти границы его знаний, дядя Гоша. Я к нему поехал, беседуем, он говорит, а вот первый перевод был, или в Астрожской Библии, там так, полез под стол, достает, я читаю, он цитирует, Астрожскую Библию. Да я ни одного слова не смогу сказать. Еще что-то полез, достал, взял, все так вверх ногами перевернул. Вот как тут это, по Брайлю читает. Какие стихи печатал он, печи делал. Дом построил совершенно слепой. Человеку столько Бог дал. И он как пример был, он уже отошел. Он отошел, например, я вам передаю, подражайте ему. Он на службе руководил Клиросом всем. Жития святых я знаю. И знаю неплохо. Но когда я с ним встретился, я понял, я знаю хуже его. Он даты называл, когда. Это 1173 даты. Как говорят у Куприна, он чудовищно развил память свою в рассказе Анафемы. Это вы можете каждый начинать сегодня работать. Некоторые есть даже Евангелие не прочитали, или Новый Завет, или Библию. А что я считать? Я ее уже знаю. Даже малые дети говорят. Так я ее уже читал. А что там одна Библия такая считается? Дети умничают. Ну что, родители неверующие? Или полуверующие? А у меня знакомый священник из баптистов говорит. Это я знал баптистов, он прочитал Библию от корки до корки. 66 книг, канонические. 100 раз. 100 раз. Он знал ее содержание. Это вам просто я говорю. Ну, в 100 раз хотя меньше сделай. Один-то раз просчитать ты должен. Сегодня так удобно. Это и начитанное. Можно слушать на дисках. Это все доступно каждому человеку. Потому что рано или поздно мы уйдем из этой жизни. С чем мы предстанем? И вот говорят, обмирали люди. Я сколько считал про них. Все говорят одинаково. Когда было время ему возвращаться сюда, они не хотели возвращаться. Им... Они не райскую жизнь наследовали. Но им показан был рай. Чувство наслаждения, которое там. И они не хотели сюда возвращаться. Хотя здесь их любит мать. Как ребенок. Это житие святой Клеопатры, Уара. Мать плачет, подает. Он явился и говорит. Не надо этого делать. Мне здесь хорошо. Молодой офицер умер. Ну, кадет. Кадет был. По тогдашнему сказать. Там. Не видел глаз. Это надо понимать. Смиряйся. Я смиряюсь. Я могу сдачи дать. Но я этого не сделаю. Я могу тебе так сказать. Слезы потекут. Оскорбить могу, как хочешь. Но я не сделаю это. Вот так. Повторяй себе. Я этого не сделаю, потому что я люблю Господа. Я себе не принадлежу. Я это стараюсь для моего Господа. Вот кто думал здесь оставаться, к Надежде Васильевне сейчас же пойдите. Посмотрите. Она там. Рука у нее не движется. Что-то надо помочь. Сейчас мыть, белить. Все подойдете к ней. Минутку еще. Подойдите. Это так радостно быть вместе. Она сегодня как обновилась. Она томилась тут с нами. А тут она вырвалась на свободу. Гляжусь, сияющая приходит. Как будто помолодела на два дня. Уж не на 10 лет, как говорят. У батюшки ничего там не известно. Так голосок веселенький был. Ну, что он, как понимает. Так он понимает, уехал. Может быть так и надо. Тут я не знаю. Марина-то ее тут прикормила. Он у меня за стол не садится. Теперь надо думать, Надежда Васильевна, привечай его. Марина, передай ее. Ты уж тут его приводил. Он ко мне даже не заходит. Мы его с собой заберем. То, что нам Господь позволяет сегодня о чем говорить, завтра этой возможности может не быть. У меня есть кое-какие сведения. Анищенко есть такой. Я беру только с интернета. Это главный санитарный врач страны. И он унес предложение президенту Путину, чтобы ограничили доступ детей в храмы. Если за этим что-то у вас последствует, это будет что-то. Он может быть со своей стороны, что дети ничего не понимают, а так приходят всякие бомжи, что он как заботится о безопасности людей. Может быть у него какое-то обоснование есть, но это не обоснование детей не допускать в храм. Они дети-то в детсадики идут, они на улице, они в трамваи, они по улице бегают. Нет. Как-то было, когда стали закрывать, какая-то там эпидемия была, тогда был архиепископ Павел Новосибирский, и он был в Прокопьевске. И пришло, вот тогда власть большую силу имела на церковь, прекратить временно открывать церковь, потому что зараза распространяется, то другое. Он говорит, рядом клубы у нас есть, кинотеатры пока все не прикроете, церковь я не прикрою. У меня есть, говорит, на открытие храмов, освящение, молитвы, а на закрытие у меня молитвы даже такой нету. И все отступились. А у меня документ в оригинале был. В оригинале, который там поступил, а там работали бухгалтера, они имеют документы оттуда. Я его поместил даже где-то в книгах. Поэтому цените настоящее время. А оно таким не будет. Не будет, поверьте. Закрытый процесс над хвачком, он должен начаться сейчас. Он готовил вооруженное восстание, из оружия нашли у него такой старый арбалет. Это в Англии стреляет из луков. Но так? Нет. Бог его знает. Но эти люди, он полковник ГРУ, хорошие люди, кого патриотов арестовывают, это не безразличные люди. Многого они лишились, пошли. Испорили биографию, испортили, как Душенов. Ну, по-мирскому. Но это наши герои в настоящее время. Герои, они от многого отказались. Мы даже не знаем, должны все время их нести на руках молитвы. По магии хотя бы Душенову, поминайте Константина, но остальные и всех, кто страдает по этой 282 статье. Это люди, которые хотят, чтобы было по-другому, было лучше. Но правильно или неправильно нам это несут. Они страдают. Я на свободе, они так. Поэтому, находясь на свободе, Павел говорит, будьте как вы в вузах, несите это время. Так, ко мне вопросы. У меня самое ограниченное время сейчас. Я даже раньше уйду сегодня. Прошу только не убегать моих побочников. Давай. Вот хотела она. Людмила Степановна. Сегодня братья, вы уже заметили, что сегодня братья хорошие нам проповеди прочитали. Про Иоанна Златоуста. Особенно простую. Последняя проповедь была. Проповедь такая посвящена и добродетели, и милосердию. Но вот вчера мы сходили, нас Надежда Васильевна пригласила, как она там делает ремонт. Вот мы вчера пришли туда, посмотрели, а как она собралась ремонт делать. Она идет, ее качает. И я прошу тех, кто прожил там 10 лет, Игоря и Мариночку, чтобы они хотя бы сделали обычную косметический ремонт. Игорь Тихонович, он, конечно, в словах силен, но дело все в том, что физически они уже старцы, они немощны. Будьте, проявите добродетель и милосердие к этим старцам, которые вам позволили там прожить 10 лет. Проявите милосердие. Окна нужно помыть, очистить их от краски и покрасить. Кто будет красить старцы, которые будут жить, ее от одного запаха, это самое. Я считаю, что Надежда Васильевна вот как-то отказалась, они ей предложили, предложили ей. Она говорит, я сама. Она сама ничего не может. Она сама может словами сказать, но она ничего не может. Понимаете? И поэтому вы, молодые еще люди, они для вас как отцы и как мать, она в матери вам годится. Я думаю, обычный ремонт, просто обычный, побилить, покрасить и почистить окна и их тоже покрасить. Это нужно. То, что не под силу Надежды Васильевны. Я за руку ее взяла, она, что ты меня берешь, ее трясет. Она ничего не может физически делать. Она ее ходит, она шатает. Игнатий физически ничего не может делать. Он может только посоветовать. Поэтому вы уже на них смотрите, что они сказали. Нет, 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 мы сами. Ничего они сами сделать не смогут. Поэтому я думаю, что вам нужно и красочки купить, и звездочки купить, помыть окна, вставить окно, которое там вы выставили, допустим, и это сделать. А то, что начнется дальше, она благоукрасит. Она там это самое, стол может там купить. Это все она сделает. Она не сможет ремонт сделать. И старицы, которые там, она будет приглашать. Те их тоже вот так трясет. Они ничего не смогут. Они от краски могут еще месяц туда не заходить, в этот дом. Но в данный момент там жить невозможно, понимаете. Игорек, я прям тебя прошу проявить, добродитель и милосердие, на тему, которую ты сейчас, я читал, Иоанна Златоуста, и косметический ремонт. Десять лет вы там прожили. Сделайте хотя бы, пожалуйста. И вы не думайте, что на них... Все уже, это повтор. Я обязан просто сказать так. Ты-то меня задел, я бы, может, и нет. Раз вы меня задеваете, я бы сказал, что он ничего не может. Как-то не может. Я сделал самое главное, что ни один не может делать. Вы можете покрасить. Да покрасить, это что там? Там любой бомж покрасит. То, что я вчера сделал, ни один не сделал. Я разобрал полностью топку. Пробил. Полезли оттуда, прочистили. Я печник. Только затопили. Все, зеркало от пола до потолка обогревается. Там тепла сколько. Главная работа сделана. Главная уже сделана. Теперь побелить. Так, вы не добавили следующее, что Игорь, который там вот с Мариной жили 14 лет, он в тайге был. Он только-только вернулся. И Марина вообще одна не... Она ничего, она не говорит. Его нет. Я поясняю, ты все сказала правильно. Но тут надо небольшую поправку сделать. У меня претензий к ним никаких нет. Дело в том, что он строит дом. У него там столько. Входит в зиму. Приехала теща, там родители будут. У него столько еще дел. Он вчера рассказал. И везде деньги дерут. Ни за что. За энергию дополнительную. Еще 7 тысяч сгладили с него. Поэтому даже стекло, которое выставили там, я, конечно, никогда этого не делаю. Ну, вот это еще-то нет. Даже доской можно забить, чтобы там пропенить. И все. Вы придите, кто может там. Там невозможно жить. Можно жить. В старошке люди живут, в Охотницкой. А здесь что? Крыша, стена, от меня через стенку. Вторая квартира там. Ну, все там не может. Сейчас давайте пыль-то икул уберем. Ну, не надо. Зимой не красят. Не красить. Не красить зимой. Вот там обдирать сильно не надо. Посмотреть, что возможно. Когда вы уберете, только пыль помоете и сразу увидится. Ну, на окнах там красивые шторки повесьте, как у нас. Посмотрите. Относительно того, надо нет эти стеллажи делать. Ну, тут на консенсус, как говорится, пойдем уже. Она, Надежда Васильевна, согласилась в одном месте. Кто-то, говорят, раскладушки привезете. Игоря не трогать. Не трогать его, потому что он просто физически не может. Мне легче, чтобы только помыли и вообще ничего там не трогали. Мы же приходим туда жить. Значит, вот такая моя поправка будет. Можно я скажу? Да. Дело все в следующем, то, что вы эмоциональные, конечно, все, ясно дело. Но вы же 14 лет там не жили. Вы говорите, там жить невозможно. Но сейчас бы, если бы у нас не было дома, мы бы продолжали жить. Вы-то сами понимаете, о чем сказали? Это кому похвала-то была? 14 лет мы там жили. А вы говорите, сейчас невозможно жить, когда там мы все убрали. Там же все было заставлено чем-то. Что это же надо было убрать, чтобы что-то делать, ремонт. И во-вторых, вы же знаете, что хозяин Игнатий Тихонович, никаких красок там нельзя делать. Никто, вы видели хоть раз, чтобы красили без него? Без него красят, когда он уезжает. А с ним никаких красок. Поэтому там все покрашено. Там не покрашено, а забелено водоэмульсионной краской, простой. Да, просто водоэмульсионка, и все окна, и все, и двери. Одна только дверь там была этой краской белой. Я попытался сделать из конфетку. Но там рядом печка, поэтому она вся стала черная, вы понимаете? Я ничего сделать не могу. Там такой вид, потому что печь рядом, и это все стены, вот эти тенеты и так далее. Вы думаете, я хожу и специально дизайн навожу, что ли, чернотой? Ну вы представьте, как там сделать ремонт. Я постоянно работаю в этой тайге летом. Зимой вы не будете там кувыркаться. Марина сама одна, она этим не занимается. И тем... Ну, в общем... Значит, сестры, я прошу, вы такие специалисты, помаленечку подходите, хотя бы едень, кто может-то. Вы такие мастера тут единоградников развели, что это все остальное вы берете. Стол только найти. Единственное, что не хватает стола. Если нет стола, никакого не будет, я сделаю из досок. У меня все самостоятельно, я делаю. Вот эти доски, это все на месте сделали. Это с Украины был. Коломищенко Олег, дай ему Бог царство небесное и здоровье. Там два стола же. Вопрос о ремонте, больше не заводите, а приходите к Надежде Васильевне и помогайте еще делать. В первую очередь, там вчера шепыль, сажа налетела, где жить невозможно. Хороший довод. 14 лет он жил и никуда бы не ушел. И жил, и не замерзал. Вот и все. Я прочистил печь, а у него только напрямую шло, уже там нигде ни прохода не было. И все равно жил. Тем более, хороший уголь, жить вполне можно. Очень хорошо. Никто не шумит, не кричит, сделать только хорошие. Шторки посмотрите. Красить ни одной капли краски, чтобы там не было. Категорически против. И стекло ставить, я Мишу попрошу там, или забить картонкой там, которую выставили. Да мы вставим стекло все это. Потерялось оно. Вот и все. Поставим стекло. Главное в доме, это стены и печь. Запомните, крыша, чтобы не протекала. Крыша не протекает. Нормально. Все как есть. У меня всегда, к вам, когда встречаюсь, просьба. Вот мы говорим, вы за дверей доходите и не забываете, некоторые, о чем мы говорили. Вы живите напряженной жизнью. Мы говорили, о делах, которые не каждый делает. Нам нужна сейчас помощь. Помощь, но ничего нету. Чтобы Бог показал, кто может быть нам помощник. Чтобы вышли на этих людей. Я завтра выхожу из дому. Я сижу недвижимый. Но завтра я пойду. Меня нужна заставила идти. Иду завтра в типографию. И не в одной типографии буду. Знакомиться надо. И чтобы дверь Бог мне открыл. Это я начал, я заранее говорю. Никакой помощи не будет. Издавать книги такие. Или уменьшить тираж их на 500. Тогда каждая книга чуть ли не в два раза дороже будет. Я не знаю ничего в этих вопросах. Но книги будут изданы. Если это Богу угодно. Игнать Тихонович, если вы завтра пойдете, вы наткнетесь везде на закрытые двери. Завтра выходной день. Вот как. Виноват. А сейчас чего? Сегодня государственный праздник и переносится завтра на выходной день. Ага. Значит, сюда в округник можно пойти. Благодарю. Ну, я сижу, ничего не знаю. И все. Ну, и жарко, не топите. До приезда Надежды Васильевны я еще ни разу комнату не топил. С дыханием. Компьютером греемся. Бог милует. Вопросы ко мне. Задавайте вопросы, пока я перед вами. А то я сейчас опять закроюсь и ко мне не достучишься. У меня телефон рядом звонит стационарно и рядом мобильный. Я не слышу. Рядом, на расстоянии вытянутые руки. Я не слышу. И притом я от этого никакого недостатка не имею. Люди имеют неудовольствие. Ты что, не слышишь? Не слышу. Понимаешь? Ну, я даже не надо ничего. Это как раз то, что мне надо. Я отвлечен от этого мира, я в другом мире нахожусь. Все. Если ничего нет, ни у кого. Вы начинаете работать. Я говорил Сергею Павлович Пупков начинаю искать место для занятий. Без меня я находил место занятий, которое было летное училище, высшее авиационное, пять университетов, школы, воинские шестерки. Трудно найти место, где бы не вел занятия, а где-то регулярно, постоянно. Технический университет, крупнейший, наверное, в Сибири. 21 тысяча студентов могли заходить. Только их не затянешь туда. В 17 лет там провели занятия. И как был расположен ректор, проректор, как будто родные братья к нам приходили здесь. Видите, как Бог устраивает. Теперь без меня это сделайте. И когда будет около 300 человек посещаемость, тогда меня позовете. Я приду. Ну, вот и у меня все. Ничего нет. Давайте Бога поблагодарим. Оставайтесь, сидеть будете, обедать. Занятия обязательно будут сегодня. поздрава, истину благословите, тебя благородицу, истинно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без равнения, Серафим. Безысления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебе лечае. Милосердный Создатель, хвала Тебе и слава за долготерпение и милость Твою, которую Ты оказываешь нам. Сохрани это место от пожара в ровне чистой силы и селения наше. Найди новые души, добрых насельников, знающих Тебя, имеющих страх перед Тобою, а буйных самократий, препятствующих благовествию священников в разумии. Пошли мир этой земле еще, доколе можно. Потерпи нас, Владыка, благослови правителей страны, патриарха, епископов и священников, чтобы искали Тебя, ибо отдавать отчет по слову Твоему, чтобы не по вывозкам человеческим вели людей, но по истинному откровению Божественному. Дай каждому, кто не имеет духовное рождение свыше, чтобы мы были всегда водимы Духом Божиим и наследовали жизнь вечную. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божиим! Будем песенки петь. Будем песенки? Не все? Не все? Ты же не завтра пойдешь. Ты отстаешься? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...